Возможно, вы когда-нибудь видели этот завораживающий феномен на видео в интернете или даже имели возможность наблюдать его вживую на собственные глаза. Поверхность воды превращается в грандиозное шахматное полотно, состоящее из пересекающихся волн, словно кто-то искусно и с невероятным мастерством выложил ее ровными и аккуратными линиями. Этот редкий, но весьма опасный эффект, интересующий как ученых, так и любителей природы, известен под названием «перекрестное море». На первый взгляд, такая картина может показаться простым визуальным аттракционом, который буквально завораживает своей красотой и необычностью, однако для моряков, серферов и обычных купальщиков на пляже она становится тревожным сигналом, служащим предупреждением о возможных опасностях. Это одно из самых опасных природных явлений, способное привести к катастрофе, затоплению судов, а также к гибели людей, что делает его особенно пугающим. Так что же делать при встрече с этими загадочными и непредсказуемыми волнами, и почему они так разрушительны? Квадратные волны, известные также под названием «кросс-си», возникают, когда две различные системы волн пересекаются под разными углами, создавая уникальный и даже немножко мистический узор на поверхности океана. Это явление может происходить в разных условиях. Например, если два шторма находятся на определенном расстоянии друг от друга, и каждый из них создает свои уникальные волны, движущиеся в различных направлениях. Волны от одного шторма могут распространяться на тысячи километров, достигая береговой линии, и встречаться с волнами, образованными другим штормом. В таких ситуациях они накладываются друг на друга, создавая характерный узор на поверхности океанической воды. К примеру, в Атлантическом океане, у берегов Западной Европы, такое удивительное явление случается регулярно из-за высокой циклонической активности в этом регионе. В 2018 году специальные спутниковые снимки зафиксировали обширную зону перекрестных волн в Бескайском заливе, этом месте, исторически известном своим сложным морем и частыми кораблекрушениями, что еще раз подчеркивает опасность таких волн и их потенциал угрожать безопасности людей и судов. К тому же, резкая смена ветровых течений тоже играет решающую роль в образовании перекрестных волн. Когда ветер долго дует в одном и том же направлении, он формирует устойчивую и предсказуемую волну. Но если в какой-то момент направление ветра резко меняется, появляется новая система волн, которая пересекается с предыдущей. Такой эффект наблюдается в Средиземном море, где холодные воздушные массы с севера сталкиваются с теплыми потоками с Африки и создают мощные и большие волны, которые могут быть крайне опасными для судов и людей, находящихся в воде, что потенциально может привести к достаточно серьезным последствиям. Кроме того, иногда причиной образования перекрестных волн становятся особенности морского дна и подводные течения, которые могут изменять параметры волн и их поведение. В районе острова Ре у побережья Франции квадратные волны появляются регулярно, что побуждает местные власти и экспертов рекомендовать туристам не заходить в воду в такие периоды времени. Одно из проведенных исследований океанографов показало, что перекрестные волны в некоторых случаях могут сохраняться в течение нескольких часов или даже нескольких дней, пока не будут рассеяны или поглощены другими волновыми системами. Это делает их очень интересным объектом для изучения, но и наоборот. Это означает, что они являются обманчивыми и опасными для неподготовленных людей, В отличие от обычных волн, которые движутся в одном направлении, при образовании квадратных волн сталкиваются сразу две независимые волновые системы, формируя на поверхности воды своеобразную шахматную сетку. Это представляет собой одно из сложнейших испытаний для мореплавателей на всех уровнях. Современные корабли проектируются с учетом волн, движущихся из определенного направления, и конструкция судна понимает, как наиболее эффективно реагировать на конкретные движущие силы. Однако, когда судно сталкивается сразу с двумя фронтами силы, управление им становится непредсказуемым и затруднительным для капитанов. Корабль может быстро потерять свою устойчивость, резко уйти в крен и подвергнуться множественным ударам воды, что в итоге может привести к повреждению его корпуса, что, несомненно, чревато неприятностями. Самая страшная угроза заключается в том, что такие волны способны значительно нарушить баланс судна, особенно если оно перегружено или движется с высокой скоростью. По одной из версий, нестабильные перекрестные волны стали одной из возможных причин трагедии с паромом «Эстония» в 1994 году. Потеряв управление в штормовых условиях, судно могло подвергнуться череде хаотичных ударов волн, что привело к его мгновенному перевороту и затоплению. Это свидетельствует о том, насколько невероятно непредсказуемыми могут быть последствия встреч с перекрестными волнами, так как они могут полностью изменить ситуацию на море за считанные минуты. Стоит также отметить, что опасность для человека, оказавшегося в воде, не менее значительна. Любой, кто хоть раз попадал под сильную волну, знает, насколько трудно устоять на ногах или справится с течением. Теперь представьте, что таких мощных волн несколько, и они приходят сразу с разных направлений. Это вызывает мгновенную дезориентацию. Человека буквально выбрасывает в разные стороны, создавая при этом сильное ощущение, что вода совершенно не подчиняется привычным законам движения. Это крайне опасно, поскольку сильные течения могут быстро унести человека в открытое море. А хаотичность движения воды делает практически невозможным плавание и любые попытки вернуться к берегу. В 2017 году у побережья Испании группа серферов оказалась в подобной ловушке. Не двигаться к берегу, не уходить глубже в море было практически невозможно. Их буквально несло в разные стороны. Спасателям потребовалось два часа, чтобы вытащить людей из этой зоны хаотичных волн, которые не давали им даже зацепиться за свои серф-доски, что еще больше подчеркивает опасность такой ситуации. Самый надежный способ избежать неприятностей – вообще не заходить в воду, если на поверхности моря виден характерный шахматный узор, что, как правило, служит явным признаком того, что в этом месте формируются перекрестные течения, способные затянуть даже сильного пловца или человека, который уверенно чувствует себя в воде. Поэтому лучше поискать более спокойное и безопасное место для купания или занятий серфингом, чем рисковать своей жизнью и надеяться, что стихия пощадит, что в большинстве случаи являются довольно опасной иллюзией. Но если все же оказались в воде и вас затянуло в зону квадратных волн, главное – сохранять спокойствие. Это очень важно и критично для вашей безопасности. Паника в подобных ситуациях только усугубляет положение. Инстинктивное желание плыть прямо к берегу не приведет ни к чему хорошему. Хаотичные течения быстро измотают человека и могут отбросить еще дальше в открытое море, что приведет к еще более тяжелым последствиям. Единственный способ выбраться из такой ситуации – двигаться по диагонали, уходя в сторону, где волны ведут себя более предсказуемо. Это потребует значительных сил и терпения, но предоставит намного больше шансов выбраться, чем бесполезные и отчаянные попытки бороться с водой на пролом, которые могут оказаться практически неэффективными в данной ситуации. Капитанам судов стоит заранее учитывать вероятность встречи с квадратными волнами, особенно если маршрут проходит через районы с активной циклонической деятельностью, что может существенно негативно повлиять на мореплавание. Если судно уже попало в такую зону, главное – не паниковать и не пытаться двигаться напролом, так как это не даст никакого результата и только ухудшит положение. Лучшее решение в таких случаях – снизить скорость и занять курс под углом 45 градусов к основной волне. Это поможет снизить раскачивание судна и уменьшить риск сильных кренов, которые могут стать критичными, особенно для небольших судов, грузовиков и яхт. Игнорировать эти правила значит подвергать себя и свою команду опасности. Судно может потерять управляемость, а если волны будут слишком сильными, его просто перевернет, что неизбежно создаст опасные условия для всех на борту. В настоящее время океанографические службы все чаще и чаще включают предупреждения о перекрестных волнах в ежедневные и еженедельные прогнозы. И это не просто цифры в отчетах. Для мореплавателей, промышленных рыбаков, а также любителей водных видов спорта, такая информация может спасти жизнь. Современные технологии, такие как метеорологические спутники и системы мониторинга, позволяют заранее определить потенциально опасные зоны. Поэтому лучше потратить пару минут на проверку погоды и состояния моря, чем потом бороться со стихией и сталкиваться с незапланированными трудностями. Если вы планируете выход в море или собираетесь покорять волны, никогда не пренебрегайте этой информацией. Иногда даже небольшая деталь в прогнозе, касающаяся состояния моря, может сыграть решающую роль в вашей безопасности и судьбе. Квадратные волны – это скрытая угроза, о которой знают далеко не все. Несмотря на их редкость, они представляют собой серьезную опасность как для морского судоходства, так и для обычных купальщиков. Поэтому стоит всегда быть наготове и осведомленным. Осведомленность и осторожность – лучшие способы избежать беды. И подобные вещи всегда должны находиться в центре внимания людей, которые собираются проводить время на воде. Если вы когда-нибудь заметите на поверхности воды необычный и странный узор, не игнорируйте его. Это не просто природное явление, а предупреждение, которое может спасти вам жизнь и здоровье. Будьте бдительны и осторожны, а также делитесь информацией о перекрестном море с теми, кто собирается проводить время на воде, ведь это может оказаться важно для их безопасности. Сложные природные явления требуют уважения и внимательного отношения к себе, чтобы не стать жертвой непредсказуемого поведения стихии.